Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я бы порекомендовал потерпеть меня до конца этого видео. Именно там самый главный момент всего повествования. Не забудь написать, кстати, если ты оказался 100-тысячным подписчиком. Это будет очень круто. А это Сунак Риши, главный секретарь казначейства Великобритании. BBC.com сообщают, что депутаты призывают Сунака Риши сделать финансы экологичными. Как ты видишь, снова и снова всплывает эта повестка дня. Изменение климата и экология. Об этом приоритете говорят все большие финансовые институты, в том числе Международный валютный фонд. И этот нарратив продолжает пропагандироваться. Во-первых, люди хотят ввести налоги на выбросы углерода и использовать вырученные средства для защиты бедных от высоких счетов за электроэнергию. И во-вторых, депутаты призывают к Банку Англии перестать вкладывать средства в ископаемое топливо. Закон об этом требует подписать организация Positive Money, созданная после кризиса 2008-го. Цитата. Банки и финансовая система в настоящее время финансируют катастрофический климатический сбой, в результате которого люди снова будут расплачиваться за безрассудство банкиров. Снова, как в 2008-м. Кроме этого, на прошлой неделе депутаты комитета по экологическому аудиту призвали правительство добавить климат и природу в приоритеты банков. Я слышу вопрос, а при чем тут криптовалюты? Я хочу, чтобы ты знал, особенно если ты новичок, что майнинг биткоинов в процесс весьма недружелюбный к окружающей среде. Джанет Йеллен, чьи речи недавно предположительно повлияли на крупное падение биткоина, продолжает предупреждать об этом. А люди тем временем продолжают думать, что это все детские игрушки. Нет. Друзья, я не говорю, что биткоин ждет судьба мученика и смертника. Слишком уж развита инфраструктура, слишком много интересов и денег инвестировано в биткоин. И все это ведет его к успеху. И я верю в этот успех. Но я просто хочу предупредить, что может произойти в ближайшее время. Судя по всему, нам следует ожидать регулирования по вопросам не только криптовалют, но и их влияния на окружающую среду. Майнинг биткоинов не является плюсом для экологии. Также он сильно централизован в Китае. Это две горькие правды, которые мне, как биткоинеру, придется принять. Как бы я не хотел этому противиться, но мне придется принять эти стороны моего любимого биткоина. Кроме этого, я хочу, чтобы это не прошло и мимо новичков, которые могут потерять голову от биткоина, как это сделал я, и наломать дров, когда рынок находится на вершине. Ты должен знать, что может произойти дальше. Нарратив защиты климата может вылиться в нечто большее, что, безусловно, повлияет и на биткоин, и на криптовалюты. Поэтому будь готов. В продолжение этого видео давай обсудим то, что происходит с Риплом в эти дни. Риал Блок в Твиттере пишет, С регистрацией Рипла в Вайоминге и созданием там новых Рипл рынков, я подозреваю, что это было сделано для того, чтобы Рипл смог начать выдавать кредиты в XRP в Вайоминге. Совершенно очевидно, что причина этого заключается в том, что единственные два криптобанка Америки находятся в Вайоминге. А как банки зарабатывают деньги, они выдают кредиты. Так что теперь они могли бы законно выдавать кредиты в XRP. Но это еще не конец, он также добавил еще два момента. Я хочу, чтобы ты послушал их. Это очень важно для XRP-холдеров. Вайоминг обеспечивает защиту XRP. Вайоминг обеспечивает защиту XRP. Даже несмотря на то, проиграет ли он в судебном процессе SEC или нет. Как Калифорния и другие штаты защищают марихуану. Она по-прежнему запрещена на федеральном уровне, но законы некоторых штатов позволяют нам ходить в магазин и покупать ее, без угрозы быть арестованным. Я думаю, что-то похожее будет и с XRP. Я предсказываю, что компания Ripple либо станет клиентом одного из двух криптобанков в Вайоминге, либо подпишет с ними партнерство, либо же сама станет криптобанком. Скоро мы это узнаем. Я уже снимал видео о том, что Ripple вот-вот станет банком. И, видимо, это еще одно доказательство. Очень похоже, что Вайоминг сейчас стал теми Соединенными Штатами, которыми они и должны были быть. Вайоминг сейчас стал лидером в грядущей финансовой революции. Я даже похлопаю ему за это. В то же время Нью-Йорк в этом вопросе остается самым отстающим штатом. Удивительно, ведь Нью-Йорк это финансовый центр страны. Но он ограничивает розничных инвесторов и индустрию. Крайне недружелюбный для криптовалютного бизнеса. Стыдно наблюдать, как финансовый центр рушится прямо в канун четвертой индустриальной революции. Видимо, это не просто финансовый сдвиг, что мы ожидаем, но и сдвиг центров силы даже в рамках одной страны. Думаю, Нью-Йорку нужно срочно одуматься. Теперь я хочу показать тебе следующую новость. HSBC превзошел все прогнозы ожидания по доходу за четвертый квартал. Ее акции отреагировали немедленным ростом. Почему же? Как мы помним, Уоррен Баффет распродавал акции американских банков. В том числе Уэллс Фарго, Джей Пи Морган, Голман Сакс. Но он оставил акции Банков Америка. И тут HSBC вдруг растет. Абсолютно неожиданно для всех, превзошел все прогнозы. Почему же? Так случилось, что именно HSBC оказался предметом спекуляций о том, что этот банк станет ключевым в новой финансовой системе для принятия XRP. Еще в декабре 2014 года Риппл начал работать со службой платежей EarthPort. Клиентами этой службы являются Банков Америка и HSBC. Странное совпадение. Банков Америка и HSBC. Не думаю, что это случайность. Нам нужно следить за этими фигурами в игре, потому что возможно, возможно, именно они станут тем самым финалом для XRP, к которому мы стремимся. Далее комиссар комиссии по ценным бумагам и биржам США Хестер Пирс призывает к правовой ясности и свободе экспериментов с DeFi. Смарт-контракты и блокчейн а-ля технология распределенного реестра могут сделать процессы клиринга и расчетов на фондовых рынках быстрее и эффективнее. Это ее цитата. Риппл XRP с помощью Flare Networks станет частью DeFi пространства. Понимаешь, к чему я клоню? Еще одно доказательство, что есть в комиссии SEC комиссар с прокриптовалютной позицией. Хестер Пирс – прокриптовалютная. Еще один комиссар – Элиот Ройсман – прокриптовалютный. И, наконец, кандидат на пост председателя комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер – тоже прокриптовалютный. Его утверждение, возможно, произойдет уже 2 марта. Это очень интересный день, нужно за ним следить. Мы просто в каком-то кино. Мы наблюдаем какой-то запрограммированный скрипт. Все для того, чтобы выбить отсюда розничных инвесторов. Друзья, я помню, как объявили о раздаче токенов Spark. И незамедлительно последовала правовая ясность этого токена. Даже чертовы налоговые ставки быстро утвердили. И я об этом тоже тогда говорил. Судя по всему, они знали о аирдропе Spark задолго до того, как он случился. Учитывая то, как быстро и какую правовую ясность они внесли для него. Очевидно же, они пытаются извлечь из этой истории максимально много. Именно поэтому, я думаю, токены Spark – это то, что можно назвать читами для XRP-холдеров. Когда сеть Flare Networks будет запущена, тогда XRP-холдеры окажутся читерами в этой системе. Однако, если ты не владел XRP 12 декабря 2020 года, в день снимка, к сожалению, ты не получишь токены Spark. Если же владел, поздравляю, однажды ты хакнешь эту систему с их помощью. Flare Networks, DeFi, смарт-контракты – это все кардинально изменит экосистемы XRP. Еще одна новость, которая не очевидно связана со всем тем, о чем я рассказывал ранее и о чем еще расскажу в этом видео. GMO Digital Bank. Крупнейшая платформа Афикс и крупнейший платежный шлюз в Японии запускает первую цифровую йенну. Она на 100% поддержана фиатом в банках-партнерах США. Важное уточнение – это не цифровая валюта центрального банка, это стейблкоин. Но посмотри, как быстро они задвигались. Чем больше стейблкоинов будет выпущено, чем больше их будет использоваться, тем скорее мы приблизимся к неизбежному будущему цифровых валют центральных банков. По моему мнению, именно это и будет крайне благоприятной средой для принятия технологии Ripple ODL – ликвидности по требованию. Ликвидности, которая будет ой как нужна, которая уже нужна. Если ты не чувствуешь сейчас в крови тот мандраж, что чувствую я, значит с тобой явно что-то не так. Ну а теперь самый главный момент этого видео. Самый главный. Вся финансовая система ФРС, которая позволяет банкам отсылать и принимать деньги, отрубилась на несколько часов. Коллапс финансовой системы продолжался несколько часов. Вот в какое время мы живем. Я думаю, это тот самый момент, когда мы можем говорить о грядущем коллапсе фондового рынка, о грядущей правовой ясности для Ripple XRP после 2 марта, когда Гэри Генслер может возглавить SEC, когда Ripple только что зарегистрировался в Вайоминге. Это тот момент, когда Япония выпускает свой стейблкоин и другие страны подтянутся за ней. И это тот момент, когда вся финансовая система может просто лечь на несколько часов. Или, возможно, она была выключена специально. Ребята, я не думаю, что все эти моменты просто совпадения. Я уверен, это все скоординировано, и мы движемся по заранее прописанным пунктам. Это абсолютно не случайность. И я не особо беспокоюсь о том, что для тебя это может прозвучать как обсуждение теории заговора с фольгой на голове. Для меня это все выглядит как работа над внедрением новой финансовой системы с использованием ODL – ликвидности по требованию. Это самое безумное и увлекательное шоу, которое ты когда-либо мог себе представить. И я рад, что я здесь вместе с тобой держу то, что в итоге окажется верным ответом на все вопросы. Ответом, что позволит нам с тобой стать новым 1% богатейших людей на этой планете. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»